Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия от Иоанна, 18 глава. Мы с вами подошли к событиям страстной недели, страстных событий, и предшествует им как? Как мы помним, прощальная беседа с учениками и первосвященническая молитва. И по сути своей эти слова, обращенные перед расставанием к ученикам, объясняют смысл всего того, о чем мы сейчас будем говорить сейчас. То есть, по сути, это некое преддверие, прелюдия, но по смыслу это уже то, что произойдет после, для чего и ради чего совершится крестная смерть и последующее воскресение. И поэтому, конечно, рассматривать эти события нужно иметь в виду и все то, о чем раньше писал евангелист. Мы с вами отмечали не раз такую особенность четвертого Евангелия, а именно, все, о чем говорит Христос в своих пространных беседах, в своих обращениях, в разных аудиториях, все это так или иначе обращено в будущее. То есть, речь идет о событиях, которые произойдут после смерти и воскресения. И поэтому, по сути своей, не только прощальное бесчеды с учениками, которое являлось финалом, завершением этих событий, но и весь предшествующий евангельский текст является преддверием к тому, о чем будет идти речь сегодня. То есть, евангелист как бы вводит нас в тайну страстей христовых, и, по сути, можно согласиться с тем, что действительно Евангелие — это описание страстной седмицы с предшествующим видением, видением, которое по своему объему, по своему содержанию, конечно, превышает повествовательный материал последних дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Итак, пресекая Кедронский поток, который разделяет Сион от Елеонской горы, ущелья, Иисус Христос отправляется в сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников, ворисеев, приходит туда с фонарями и светильниками, и оружием. Мы не знаем, почему Господь собирался именно там и почему отправился именно туда, но в любом случае мы знаем, что именно там происходит молитва Христа, его гефсиманское варенье. Евангелист Иоанн не упоминает о нем, но ссылка на него все равно присутствует. При аресте он говорит Петру, чашу, которую дал мне Господь, неужели не буду я ее пить? Иуда в повествовании Евангелиста Иоанна выступает как бы зачинателем, инициатором ареста. Он берет с собой огромное количество людей, возможно, боясь то, что Иисус Христос может оказать какое-то сопротивление. Даже что это не отряд, а когорта, то есть действительно большая численность, вряд ли даже можно представить, чтобы такое количество воинов, тем более римских, могло участвовать в аресте. Но, конечно, эта численность, это скопление людей, по сути своей, она тоже выступает в некотором смысле некой такой фантасмагоре, потому что такого количества людей просто оказывается не нужно. Более того, Иисус же, зная все то, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете. Итак, по сути своей, необходимость предателя, оказывается, не нужна. Иисус Христос сам выходит к тем, кто пришел его арестовывать, и обращается к ним. Ему отвечали Иисуса на заре, и Иисус говорит, это я. Стоял же с ним Иуда, предатель его, и когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Нас может озадачить, почему это огромное скопление людей, эта масса противников Христа, тех, кто пришел для его ареста, склоняется перед ним, как перед своим повелителем. Дело в том, что, конечно, здесь речь не просто о том, что Христос указывает на себя, как на того, за кем пришли эти люди, это я. Буквально здесь стоит слово «я есмь». Эти слова нам уже встречались в евангельском повествовании, в частности, в 8 главе мы с вами об этом говорили. И «я есмь» — это одно из имен Божьих. Именно так Бог, я сущий, определяет себя в Неаполиму Купине, в богоявлении Моисею. Это имя неоднократно встречается в пророческих текстах, и здесь, несмотря на то, что происходит арест, и, кажется, Христос утрачивает свою власть. Власть в данном случае принадлежит тем, кто окружает его с оружием к воинам, которые уже готовы выступить в схватку. На самом-то деле нет. Власть принадлежит Христу. И, по-видимому, это произнесение божественного имени, оно оказало такое влияние, такое воздействие на окружающих, что они вынуждены были даже отступить перед величием Спасителя. И так, по сути своей, оказывается, что Иисус Христос сам распоряжается событиями. Он отдает приказы, а не те, кто пришел его арестовать. И ученики, в отличие от повествования предшествующих юнглистов, не бегут. Иисус Христос сам освобождает их, дает возможность им уйти, избежать ареста. Симон же Петр, имея меч, извлек его, ударил первосвященнического раба, отсек ему правое ухо. Имя рабу было Мах. Но Иисус сказал ему Петр, вложи меч в ножны, неужели бы не пить чаши, которую дал мне Отец? Тогда воины, и тысяченачальники, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Ну, о попытке сопротивления в лице Петра упоминают все евангелисты, и о евангелистах он приводит подробность. Он называет имя этого раба Малх, что буквально означает «царь». Господь запрещает Петру оказывать сопротивление, потому что желание опротестовать события, воспрепятствовать им, они похожи на ситуацию, когда в начале прощальной вечери Петр препятствует учителю умыть ему ноги. И мы помним, что Господь вынуждал как бы отдернуть его, объяснить ему смысл происходящего. И здесь точно так же Христос вынужден одернуть Петра, потому что смысл происходящего ему пока еще не очевиден и не ясен. Иисуса Христа поначалу ведут не к первосвященнику Каиафе, а к Анне, который называется тестем Каиафа, который не был первосвященником, но был представителем целой первосвященнической фамилии. Каиафа был зятем Анны, а Анна был смещен с должности, но после него этот пост, пост первосвященника, занимали шесть его сыновей. Таким образом, Анна, он был своего рода таким серым кардиналом. По сути, незаконно смещенный, он возглавлял первосвященническую династию, и реальная власть, несомненно, принадлежала ему. Однако, визит Каи – это не просто дань чести. Перевстречник спросил у Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Итак, Анна озабочен, чем может обернуться арест Христа, как поведут себя его последователи, что можно ожидать, и что представлялось бы учение Христа, раз оно притягивало к себя такие массы людей, собирало что-ли большое количество слушателей. Конечно, прежде всего, Анна интересует не все подробности, он переживает, он беспокоится за собственную власть. Несомненно, Иисус Христос был религиозным лидером, тем, за кем шли люди. И очищение храма, которое происходит накануне страстей, накануне страстной седмицы, и последующие события, последующие учения показывают его несомненную религиозную власть. То есть, Анна рассматривает Иисуса Христа как конкурента, и, естественно, его может не беспокоить в этой связи его собственная участь. Однако, Христос говорит ему о том, что он никогда не учил тайны, то есть, за ним не стоит никаких тайных заговоров, и если бы ему было интересно то, чему он учил, он мог бы узнать у его многочисленных слушателей. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, так ты отвечаешь первосвященнику. Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня. По правилам, нельзя было наказывать человека без внесения ему приговора. Поэтому, справедливо, Христос требует оценки сказанного. Поскольку она не содержала ничего худого и ничего неправильного, неверного, то, естественно, слуга не может, не вправе превышать своих полномочий. В это время, время допроса Анны происходит отречение Петра. Здесь, собственно, Петр не самостоятельно входит в двор первосвященника, а дома, как правильно, имели такой квадратный характер, то есть был двор внутри, а по периметру, собственно, сами помещения. И евангелисты сообщают, что другой ученик вместе с Петром следовал за Христом, и он, Петр, входит благодаря тому, что этот ученик был знаком первосвященнику. Однако перед предверницей, перед которой любимый ученик вводит Петра, происходит первое отречение. Несмотря на уже весну, тем не менее, еще было холодно, и евангелист Иоанн приводит еще одну подробность о том, что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял собравшимися и грелся у костра, а значит, огни пламени каким-то образом высвечивали его, и он не мог не оказаться незаметным. Петр стоял и грелся, и тут сказали ему, не из учеников ли ты его? Он отрекся и сказал нет. Один раз был первосвященник, родственник тому, который был Петр, отсек ухо, говорит, не видел ли я тебя с ним в саду. Петр опять отрекся и тотчас запил петух. Итак, отречение, которое было предсказано, о котором заведомо Господь говорил Петру, все-таки происходит. Однако мы все-таки не должны смотреть на него в каком-то унижительном, унижающем Петра смысле. Почему? А потому что все-таки Петр был, несомненно, храбрым человеком. В то время, как большинство учеников покинули учителя, он мужественно последовал за ним, и даже когда его опознали, не покинул тут же двор первосвященника. Только после третьего опознания он, вспоминая о предсказании, которое было ему дано, понимает смысл происходящего и уходит. И, тем не менее, все-таки, несомненно, Петр проявил большое мужество и решительность. От Киафы повели Иисуса в приторию, было утро, и они не вошли в приторию. Итак, что же мы видим? Мы видим, что в Евангелии от Иоанна, по сути своей, отсутствует рассказ о суде у первосвященника, о суде высшего храмового суда, иудейского религиозного суда, суда Синедриона. Его нет. Почему? Не только потому, что до этого был рассказ о дознании у Иоанни, а потому, что, в первую очередь, что, как мы не раз говорили, все Евангелие от Иоанна, оно пронизано темой суда. Суд начинается уже с момента, с первой главы, когда из Иерусалима к Иоанну Крестителю приходит делегация для того, чтобы спросить, кто ты. И он произносит свои первые свидетельства. Это свидетельство на суде. И многие главы, мы говорили каждый раз об этом, они строятся как судебные заседания. Кроме того, как мы помним, после воскрешения Лазаря Синедрион уже вынес приговор, он уже решил убить Христа. И поэтому, как бы, все уже совершилось. Суд прошел, приговор вынесен. Поэтому никаких подробностей здесь, в 18 главе, мы с вами не встречаем. А Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, не предали бы мы его тебе. Мы видим, как голословны эти обвинения, как не содержат они в себе никакой информации. И, по сути, конечно, Пилат прекрасно понимает, что с такими обвинениями он не может принять дело к рассмотрению. Пилат сказал им, возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали, нам не позволено предавать смерти никого. И так, другими словами, все очевидно. Решение уже предрешено. Иудеи сразу объявили, что они хотят получить от Пилата. Дело в том, что в условиях оккупации Синдерион не имел права приводить смертный переговор в исполнение. Нужно было одобрение римской власти. Это одобрение и живет от Пилата. Ничего другого от него не надо. И Пилат, собственно, прокуратор иудеи, представитель Рима, находится в трудной, в непростой для себя ситуации, когда, с одной стороны, он является олицетворением римской справедливости и римского закона, с другой стороны, понятно, что от него ждут, и ему тоже нужно искать каких-то компромиссов в сложившейся ситуации. Тогда Пилат вошел в приторию, призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский». Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей, твой народ и первосвященники предали тебя мне?» Что ты сделал? Надо сказать, что четвертый евангелист уделяет рассмотрению у Пилата огромное место, место, которого, конечно, мы не встречаем у предшествующих евангелистов. Достаточно сказать, что половина стихов 18-19 главы, то есть половина всего рассказа о страстях, занимает суд у Пилата. Этому суду очевидный евангелист Иоанн продает большое значение, он выстраивает его по особой схеме. Если Пилат то заходит в притор, то он выходит к иудеям, которые не хотят входить в помещение язычников, поскольку им предстоит есть Пасху, то есть жертвенного ягненка, но они боятся оскверниться. И в этом тоже есть некий парадокс, есть ирония, поскольку иудеи пытаются соблюсти ритуальную чистоту, но при этом они всеми силами хотят добиться смерти невиновного человека. Пилат знает о Христе, не так давно был торжественный вход в Иерусалим, и он, конечно, не мог быть незамечен римской властью, поэтому, хотя, может быть, и сведения Пилата о Иисусе расплывчаты, неточны, тем не менее он знает, кто перед ним и сразу, даже без обвинений со стороны первосвященников, называет его царем, поскольку именно как царя его встречали при входе в Иерусалим. Кроме того, это единственное обвинение, которое представляет для римской власти хоть какую-то реальность или опасность, потому что религиозные обвинения, конечно, для гражданской власти никакого значения имели. Если только Иисус Христос претендует как раз на гражданскую власть, если он пытается ее оспорить, только тогда он опасен для Рима, только тогда Рим должен принять меры для того, чтобы обезопасить, нейтрализовать возможного конкурента и противника. Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего, если бы от мира сего было бы царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Итак, то, что ученики не оказали никакого сопротивления, приказно показывают, что, конечно же, Иисус Христос не претендует ни на какую земную власть. Он не отказывается, он не отрицает за собой царских полномочий. Но это царство имеет надмирный характер, оно не принадлежит этому миру. И Пилат сказал им, «Итак, ты царь». Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь». То есть сам Пилат так назвал Иисуса Христа. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свильствовать о истине всякий, кто от истины слушает голосу моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я не нахожу в нем никакой вины». Итак, один, наверное, из самых таких драматических эпизодов. Христос перед судом римского прокуратора говорит о своем предназначении, о том, для чего он пришел в мир. Это свидетельство истины. То есть мы понимаем, что слово «свидетель», оно тоже играет ключевую важную роль в понимании суда. «Все, что говорил Христос, было истинной». И мы видим, что эта истина, истину, которую он открыл не только своим слушателям, но всем людям вообще, она совершенно неинтересна Пилату, она его абсолютно не волнует. Поэтому он и произносит свое зленитое, что есть истина, есть ли она вообще. Причем он скептически сомневается. И поэтому, собственно говоря, дальнейший разговор ему не интересен. Поиск истины, религиозные или философские искания, по сути своей, снимают с него ответственность и, собственно, не представляют никакой опасности. Поэтому он пытается освободить Иисуса Христа. «Ей же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя Иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но вараву». Варава же был разбойником. Итак, перед нами драма. Драма постепенного, поэтапного отречения, уже публичного, не только превосхищенников, но и собравшегося народа от своего царя, от своего спасителя. И варава, которым упоминают, конечно, и другие англисты, это разбойник, то есть сикарий, мятежник, это человек, который реально пытался каким-то образом, может быть, понять какой-то мятеж, небольшой, по-видимому, но показательно в данном случае его имя – варава, то есть сын отца. И это имя, оно, собственно говоря, параллельно тому, что Иисус Христос говорил о себе, как о сыне своего небесного отца. И вот между этим мнимым претендентом на мессианство и подданным мессией делают выборы те, кто привел Иисуса Христа к Пилату. И, по сути, конечно, это не просто осуждение, не просто отказ от конкретного человека, а это религиозный выбор. Тот выбор, который на самом-то деле через десятилетия вынесет приговор вообще иудейскому народу, поскольку, вступив на путь мятежа, на путь войны он будет рассеян, Иерусалим будет занят, и иудейство как таковое на этой земле прекратит свое существование. Но, конечно, здесь мы несколько забегаем вперед, понимая, что на самом-то деле для Иоанна, который писал уже на рубеже первого и второго столетий, это выбор, он осуществился именно тогда, тогда, когда люди отказываются от подного Мессии, от подного сына отца, они, а на самом-то деле, как им кажется, не избавляют себя от опасности, которую они так боялись. Напомню вам, что говорит Каиаф, он говорит, что лучше бы один человек умер за народ, иначе все уверуют в него, и придут римляне, уничтожат у нас и храм, и народ. То есть, на самом-то деле, он видит в Каиафа, в Христе, опасного мятежника, существование которого угрожает священнической власти. Но на самом-то деле, выбирая в Араву, люди выбирают как раз этот путь, путь мятежа против всесильного Рима, который неизбежно обрекает их на последующую гибель.